В китайском Суджоу продолжается работа торгово-экономического форума Китая и стран Центральной и Восточной Европы. На конференции собрались лидеры европейского региона, заинтересованные в сотрудничестве с Китаем. Итогом их переговоров будут важные контракты и договоренности о партнерстве. Тон встречи задала приветственная речь Лика Тяна. Уверенность в успехе и кропотливая реализация конкретных проектов – это главная составляющая успешных и взаимовыгодных отношений Китая и стран Центральной и Восточной Европы. Тон встречи в Суджоу задала приветственная речь китайского премьера Лика Тян делал акцент на практическом сотрудничестве. Китай и страны Центральной и Восточной Европы объединены не только высокой степенью политического взаимодоверия. У них есть огромный скрытый потенциал для кооперации по торговле и инвестициям. А в глобальной экономике упадок и торговые перспективы весьма туманны, но на этом фоне деятельное сотрудничество между КНР и странами Центральной и Восточной Европы демонстрирует благоприятные тенденции. Китай ускоряет реализацию проекта «Пояс и путь». 16 стран Центральной и Восточной Европы – это уже четверть тех стран, которые расположены вдоль этого экономического маршрута, и стороны могут в полной мере состыковать свои национальные стратегии развития с китайской инициативой. Ликотян обозначил конкретные, наиболее выгодные позиции сотрудничества между КНР и странами Центральной и Восточной Европы. Прежде всего, это проекты транспортно-коммуникационной взаимосвязанности. Необходимо прояснить также руководящую роль сотрудничества по производственным мощностям. Сельское хозяйство – одно из ключевых направлений успешного сотрудничества, ну и, конечно, сфера финансов. Ликотян также рассказала о текущей ситуации в экономике Китая. Это важно, чтобы лишний раз зарекомендовать себя как надежного партнера. Китай готовит 13-й пятилетний план социально-экономического развития, который создаст больше шансов для всех стран мира, в том числе стран Центральной и Восточной Европы. КНР будет развиваться и готова сделать новый вклад в восстановление мировой экономики. Страна продолжит расширять политику открытости. О позитивной тенденции сотрудничества говорил и президент Польши Анджи Дуда. Китай является важным партнером по сотрудничеству Центральной и Восточной Европы. Установлены благоприятные основы кооперации региона с Китаем. Существует огромный потенциал экономически заманчивой перспективы. Усиление совместной работы по таким направлениям, как политика, экономика, наука, технологии и культура, только способствует дальнейшему развитию Китая и Центральной Восточной Европы. Механизм встреч лидеров КНР и стран Центральной и Восточной Европы уже принес богатые плоды. Такую позицию выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что Китай играет важную роль в поддержании стабильности и развития во всем мире. Политика выразила глубокую уверенность в том, что Китай и страны Центральной и Восточной Европы будут долговременными партнерами по сотрудничеству. Олеся Корзун, CCTV